Всем привет дорогие друзья, мы играем в Fallout New Vegas и сегодня я хочу начать прохождение дополнения. Longsome Road. Одинокий путь или одинокая дорога. Но я уже порядочком не заходил в эту замечательную игру, хотя она мне очень нравится. Наряду со Скайримом можно даже сказать. Руки помнят. Руки помнят. Персонаж у меня тут неплохой, этим же персонажем я и проходил основную кампанию, то есть для канала. Для тех кто не в курсе, бегом смотреть видео есть на канале. Так, а чё мне собственно надо перед тем как начать? Давайте-ка я отправлюсь куда-нибудь... Куда? Мне нужно сюда по идее. Давайте-ка отправимся к оружейникам, потому что мне не помешают патроны. К моей крупнокалиберной винтовки, плюс посмотрим, что там есть на вторинное оружие. Да и будем начинать, собственно. Так, чем у меня стреляет нынче моё оружие? Так, 50 МГ, 50-й калибр, у нас 45 автовалом, 10-мм валом. Вот 5,56 все виды, и всё в принципе. Костюмом чё? Ладно, вроде всё нормально. Патроны мне! Добрый человек. Слушай, а у тебя модификации никаких нет? Ладно, потом посмотрим. Так, боезапас. Так, 10-мм, да в жопу мне они не сдались. 5,56 давай обычных, бронированных, неэкспансивных. С этим в принципе у лабели, 308-й мне не нужен, уже не стреляю. О, 50 МГ, ещё 50 МГ, бронебойные, сжигательные, давай всё, что есть. Хорошо. Вроде затарились всем, чем надо. Принять. Но оружие вряд ли у тебя есть что-то получше моего, потому что я уже привык к своей сборочке-то. Оружие у меня очень и очень хорошее. Надеюсь. Я не помню уже, с чем я там играю, но крупнокалиберная винтовка у меня. Это замечательно. Так, развед брони у меня. Хорошее броня. Давайте я это пропущу и уже туда встретимся у хода. Дополнение. Вот, собственно, и всё. Я закупился, у меня полно патронов. Мы находимся в локации... Хер не знает какой. Крушение в каньоне. Собственно. С этой локации всё и начнётся. Тут вам нужно быть уровнем 25 и выше. Да? Идти по одинокой дороге. Лонгсом Роуд. Надеюсь, вам понравится это прохождение, потому что я очень люблю... Собственно, Fallout и его дополнение. Особенно Нью-Вегас. Воссоединение. С кем? С чем? Никто не знает. Но мы находимся в разломе. Это место не такое красочное, как... Обычные пустоши. Там ещё есть какой-то подъём. Давайте-ка ими займёмся. Вот, я не особо помню это дополнение, но я помню, что оно классное. Вот и всё. Патроны для дробовика. Замечательно. Очень дружелюбное место. И вечные песчаные бури. Как возле бежащего братства стали, если я не ошибаюсь. Красный-красный песок. Ну что ж, пустыня махала. Не хотелось поспускаться, но придётся. Всё контактит. Ты не можешь вернуться домой? Или ты не можешь пойти домой, курьер? Чё за... Вон сам Роуд. Одинокая дорога. Ну и как это понимать твоё? Дайджест программиста. Этот пульт управления шахтой, ну, ладно. Сжимай, кликай. А, шифр нужен. Всё, понял. Всё, читайте на паузе. Чё я странным образом сжугаюсь комнат в Фоллауте. Кто мне чё скажет? Состояние капсулы. Закрыто. Запись технической службы. В режиме ожидания. Ладно, открыть капсулу. Надеюсь, ты драться со мной не будешь. Что это была за музыка? Какой-то глюк, что ли? А, ладно. Хорошо, если не хочешь говорить, так и скажи. Так, науки мне не хватает. Я бы мог помочь тебе выбраться. Пойдёшь со мной? Обострённое чувство. Experiment log 369248-B. I bought DuraFrame Universal Interface Override System. This is Dr. Whitley presiding. We've boosted signal gain and enlarged the overflow buffer system. That should ensure 100% connectivity and control. It's the record of your development. Eddie, whenever you're ready. Yes, success! Reporting full success on 369248-B. Eddie was able to interface with and override the test panel in under 3 seconds. Great job, team. Now, let's start on the proposal for the full rollout. Это записи твоей разработки? Так. Хорошо, может, у нас получится пробраться через эту шахту? Хорошо, железяка. Это был голос твоего создателя? Что с ним случилось? Ясно. То есть, что-то он не разговаривает с нами. Может быть, когда-нибудь ты его увидишь снова. Забавная железяка. Ладно. Давай. Хотя нет. Где бы он... Я уверен, с ним все в порядке. Где бы он не находился. Пошли. Ладно, ты вроде мне не опасен. Вроде бы. Сварочный аппарат. Дыхательная маска. Есть какие-то бонусы у нее или как обычно? Сопротивление радиации. Супер. Так она у меня вместо билета будет, да? Счастливых очков. Нет, уж спасибо. Открыть доступ. О, так у тебя тут цельный магазин. Тогда давай ко мне. У моих патронов. Есть тут 50-й калибр. Да, 50-й калибр, 45 штук. И цены вроде нормальные. Хорошо, что ты его хакнул. Полезный чувачок. Будем дружить, если не будешь лезть под руку. Точнее, под пули. Что еще есть? С2 граната. Костюмы. БВ броня армии США. Ликвидатора беспорядков. 20. Оружие. Обыхательная маска. Шлем ликвидатора. Давайте возьмем броню. Посмотрим, что она такое. У меня, в принципе, крутая броня. Броня Либиофана 22. Не, ну, броня классная. Без шуток, броня хорошая. Даже очень. Мне нравится. Еще было бы ее как починить. Либиофана, в общем, она не починится, верно? Ну, зато тут и оружие. Эти два показателя. Да, по-моему. Ладно. Пошли. Ты можешь охакнуть эту херню? Ни хера себе, че ты можешь? Ракета? Вы серьезно? Ладно. Вперед. Поломанный робот. Металлолом. Читаем. Вы же ко мне не враждебны. Эй. Что мне делать? Виталий. 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 Вы сейчас. Откроем. его! Не будь вовремя, это просто машина. Видите, я уже увеличил навигационную эффективность до 65%. Слышь от этого! Хорошо, Уитлий, это твой лаб. Тем более, до того, чтобы я расскажу об этом. Кто, черт побери, такой генерал Виттнер? Кто это такой вообще? Непонятно, что-то ты мне нихера не рассказываешь. Ужасная история, но мы должны двигаться. Чё там? Военный робот. Надо было не особо снять. Это было сложно. Тем более, если учесть то, что я стреляю 50-м калибром. Да, железяка. Хе. 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 Вдруг меченого. Но у них в жетончике легиона, поэтому я, в принципе, не знаю. Наверняка они были как-то связаны с легионом. Ну да, вот видите, у них даже одежда легиона. Разведчики. А разведчики? Какого хера они делают здесь? Я думал, турель рабочая. Хе. 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 Придурожный. Таки убить не долго. Хе. 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 Че-то вас распаяли хорошо, господа. Нужен ключ. У тебя ключ был? Судя по всему, нет. У тебя он был. Зато у тебя были деньги НКРовцев. Ладно, пойдем посмотрим сюда. Тут я подъемов больше не видел. Я вижу, поэтому мы пойдем сюда. Везде охрана. Че так? Я думал, ты мне что сказать хочешь? Генерал Мартин какой-то там. Ну, ты пристрелился. И ты был гулен. Заперто на сложный. Открывать я тебя не умею. Можно тебя хакнуть по-другому. А много мне науки не хватает. 75 науки. А есть у меня? О, нет, не хватает много. Ладно, пойдем отсюда. Я не думаю, что это мне каким-то образом вообще поможет. Мне надо ключ найти. А, как его искать? Я что-то в душе не знаю об этом. Давайте. Вкручиваться, что ли? Роботоохранник. Тебе воткнули нож в башку. И это зачетно. Эти ребята явно боролись с последнего. Может ты что-то с ним сделаешь, а? Смотрите. Вкручиваться. Гуку. Египет. Конец. Тебе. 不是. Не знаю. А? Понимаешь. Не знаю. Ноожалуй, давайте работаем. Нет, я не буду тебя заставить. Идти коды безопасности. Но я пока знаю только в принципе один способ в этом всем. Мне нужно каким-то образом сломать тот компьютер. Если же это не то, то я чисто психологически даже не знаю. Ладно. Давайте так, чё. Деактивировать систему, открыть двери. Статус охрана деактивирована. Это всё, что я могу сделать, да? Ни черта полезная. Можно было вас подчекать, конечно. Но это же неинтересно. Плазменные мины, батареи. Ну да. Ну да. Ладно. Этот компьютер мне, я думаю, вещей никак не поможет, да? Ладно. Тут все поломаны. Тут искать и ловить нечего. Но я так, на всякий случай. Вдруг чё найдётся интересно? Но судя по всему, нет. Там ещё оставались одни двери. Внизу. Давайте сбегаем туда. Изолента ещё. Чё всякобот говно. Чё-то не особо. Ну, не помогает, знаете ли. Ну да. Там нужно смотреть. Тут всё раздолбанно. И тут ничего полезного. Значит, искать придётся где-то там. Но вот бы знать. Где? Где детонатор? Где детонатор? Блядь. Был пацан и нет пацана. Вот, блядь. Ладно, будем искать дальше. Знаете, после того, как я минут 15 покрушил по этой ёбаной базе и понял, что вот этот стол, он всё-таки открывается, я нашёл коды безопасности. Опасности. Да! И мне даже не пришлось сварить ёбаную дверь. Вот. Поэтому всё хорошо и очень замечательно. Давай открывай эту ёбаную дверь. Чини. Сука. Всё, теперь я могу нажать эту хрень. Здорово мне! Ёбаня! До фэшки! До фэшки! Давай эксплоузиуми, чё. Охереть. Такой подлянный я явно не ожидал. Давай апэшками будем стрелять, поскольку тут всё-таки труп меченого. Поскольку тут всё-таки роботы. Чё, жизни у меня восстановятся. Всё нормально будет. Ну чё, вроде выбрались. Аларчик-то открывался довольно просто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Кто может говорить через тебя? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мне бы хотелось знать только где ты сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно. Я поищу спусковой механизм, но я обязательно приду и найду тебя. Дима Торзок 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 да ёпта меткая мразь или он таким в меня не попал блин темно реально я не знаю где я-то немножко в яркости что-то кручу у меня еще и белый день отсвечивает сильно давайте убьем всю охрану которая здесь встает ну ты еще поломайся на епоху ладно честно я ориентировался по лучам я не видел что там кто-либо есть я просто ориентировался по лучам таки мне не помешает я думаю прожирать ой как тут темно совсем темно стимулятор может в штабе я смогу выспаться а идет сражение даже так что кого там жаришь а у пацана-то крупнокалиберная винтовка и шутки я думаю тут неуместны да пускай не в идеальном состоянии ты кого там нашел уже ты еще как себя чувствуешь надеюсь что ты цел так давай возьмем ее для ремонта собственно моей фурии и все тут больше никого нет да хорошо что в сейфе бля 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 даю тут скорее мне знаете как-то попроще все получается ну наконец-то так магнум 44 калибра воды какие то стимулятор и супер стимулятор но я окупился полностью винты и бесшумный пистолет знаю пистолет у меня в принципе маленький поэтому я думаю его можно спрятать будет что за мясо мы че жрали тут что ри а поспать то негде то есть вот такая херня меня может починить да это это хорошо а это что ой как классно да давай за 6000 ремонтируй так фурию за 400 крышечек так а я стрелял с ним ну ладно давай ремонтируй то что можно да у меня в принципе 30 тысяч готово давайте выбросим не нужно в парню левиафана я думаю я смогу продать как это надо это на починку пойдет не пойдет да нахер ее весит слишком мало я выбросить не могу сварочный аппарат долой вроде все хорошая винтовка только жалко она мне не падает ну то есть как у меня вот фурия модифицированная и обычная многолюберная винтовка тоже в хорошем в хорошем состоянии хотя это получше это дамажит больше у меня она черная короче все замечательно так что здесь параш замечательно с магнума пристрелился да то есть от него остался только скелета он сам по одному что киевики пошли дальше я думаю смогу выспаться хотя ладно посплю на диване что будет какие проблемы то собственно я думаю это херня вонять будет ну ладно давай поспим с 13 часов чтобы уже прийти более менее в себя что за шум блин кто там на улице шумит а чё разбушевались не дают поспать господи ой какой яркий тут день да после той ужасной ночи день тут ооооочень яркий давайте сейвится шлюну его в жопу априори а давайте присядем и поплэнте пацаны мертвы чё по карте че есть штаб база мечен сторожевой пост мечен под вот разрушен вот высок пещера спальня здания где то где то здесь вот где то в этом районе лежит хороший костюм только я не помню конкретно где зона 7 вот эти дороги замечательные да 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 там тоже куча куча всего хорошего есть ладно давайте спускаться чё а чё первый раз что ли скалолазим у м 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 а или я просто херово стреляю всякое бывает возможно я херово стреляю так вот нужно было поспать круто так как я пацан сын да вот с этим алая сияние это все одно тело меня шараш че-то знакомо это херня пойти присмотреть на квесты мне куда ведет вниз это сюда разорванный пацан да у него тоже было алое сияние запада адская это есть и вы ближникам будете играть она адская а таких как я с винтовка калиберная ащика посрать еще я тут не нашел деньги у тебя пацан потому что я чё-то не вижу тяпы и еще и не было еще я здесь не нашел может что-то сверху давайте смотрим ракетки еще ракетки но в этих ящиках только ракеты может не просто взять и наебнуть м эти посмотрим что то найдите лазерный детонатор дядя тонатор оказывает что это есть а то есть я его должен был видеть да тут вот именно вот здесь вот да ибо че там такое да да Доменяй ты пушку, но. Капустник, блин. Вот почему я, собственно, не люблю ближний бой. Бесит. Хотел пистолет взять. Ну ладно. А ты бестолочь. Ну это тоже ладно. Что там у меня с конечностями-то? Все нормально? Это небось КНЧ какой-нибудь. Ну давайте поспим часик. Ну ладно. Два часика. Чтоб уже фуловым ходить, да? И вперед. Они взялись как только, они зареспились, только я взял лазерный детонатор, может он мне добавился в этот самый инвентарь? Нет. Да, вот она, эта херня. А, я вспомнил. Хе, да, я вспомнил. Вот так оно и работает. Хорошо. Нормально. Продвигаемся. Только вот эти вот красные песочные буря, они такие ядовитые, что пипец. Главное идти. Так, надо сделать разворот и пилить вот в ту сторону. А зачем мне пилить в ту сторону? Оружейно. Разблокируем. Во. Да шо с вами всеми сделали, да? И кто, и зачем? Вот это надо взять и пожалуй... Сухой баёк, да оставь себе, я не на хардкоре играю. Блин. Вообще нихрена не осталось. А нет, мои патроны. Мои патроны есть. Немного, но приятно. Везде чертежи этой красавицы. Так она... Зачем я взрывал это все счастье, если мне надо где-то приблизительно в ту сторону? Ну, может потому что грандиолус? Ладно. Ни хера не бежать за этой бурей. Что было хорошо? Оригинальная пустыня? Бать. Успокойся, конченая. Тоже там я мог реально... Через снайперский прицел видеть почти все. Ай, взрывай эту хреновину. Че там? Кто там? Внесло пацана. Разнесло пацана. Блядь. Эй, 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 что то было? Че происходит? Упокойся, придурок. Так. У меня че, все эти самые... Господи, стимуляторы уже бьются сами при себя. Да, похоже на то. А самое интересное, откуда? Ах ты, ёпт, твою мать! А я жду нападения спереду. А спереду они-то и не нападают. Редкостный дебил. Но стимуляторов мне тут понадобится много. Я че-то так чувствую, что стимуляторов мне тут понадобится много. Можно было бы, конечно, сюда садануть прямо из ракетницы, но это ж не наш метод. Стелс-бой. Не нужен мне ваш стелс-бой. Если там нету... Ну, блядь, ну, конечно же, нету. Че? О, и ты, Калич, вернулся, да? Ну, ладно. Живи уж таки быть. Че я могу с тобой поделать, раз ты такой тонкий? Да еще и под пули мои лезешь, сука. 5,56. Эти патроны меня вообще не интересуют. Так, ну ладно, сейфи пошли дальше. Или на этой замечательной красной ноте давайте-ка, пожалуй, закончим. Тут же 50-я минута проходит. Я начал новое прохождение, нового дополнения... Ну, как нового? С 2011 года, по-моему. С какого-то там сентября 2011-го вышло это дополнение в Fallout New Vegas. Оно мне очень нравится, оно замечательное. Плюс тут история довольно интересная. Не буду спойлерить, но я думаю, вам понравится. Для тех, кто не играл, либо смотрите мое прохождение, либо пройдите сами. Если вы фанат действительно Fallout, то я думаю, вам понравится. Ну, третий и New Vegas. Я имею в виду, потому что Old Foggy вообще новый Fallout не признают. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.